Действовать будем решительно, жестко и, увы, непопулярно, сказал Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу. Добрый вечер, с вами программа «Я так думаю». Вот уже вторую неделю страну лихорадит от опасности коронавируса. Настроения в обществе по этому поводу разделились между двумя окраинностями. Кто-то иронично и легкомысленно усмехается, дескать, хватит создавать ажиотаж вокруг проблемы, которая гроша ломаного не стоит. Кто-то настороженно и недоверчиво ругает власть, которая, по их мнению, наверняка скрывает информацию и ничего не делает для спасения своих граждан. Всемирная организация здравоохранения уже признала, что в мире началась пандемия, поэтому правительства многих стран начали вводить карантин или даже чрезвычайное положение в своих странах. На согласительном совете Верховной Рады 16 марта Руслан Стефанчук отметил, что ни мы, ни весь мир не ждали такого вызова со стороны природы. Вот только природа ли виновата в появлении этого вируса? На одном из телеэфиров военный эксперт Олег Стариков был намного категоричнее. Он назвал коронавирус боевым вирусом, искусственно созданным в какой-то лаборатории и случайно или сознательно выпущенным на волю. Это очень серьезное заявление, так как подобная халатность похожа на биологическую войну, несмотря на запрет биологического оружия в мире еще в 1972 году. Но нельзя упрекать украинскую власть в сокрытии каких-либо фактов. Она действует в унисон с европейскими правительствами, выполняет рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. Ну а то, что в стране не хватает защитных масок, лекарств и тестов, так ведь мы хорошо знаем, что зима всегда наступает неожиданно. Никто и никогда не может предположить, что она придет сразу после осени. То же самое и с ежегодными вирусными заболеваниями. Вообще-то всем правительствам мира пора задуматься не только над тем, как лечить опасные пандемии и где доставать нужное количество масок, а над тем, где эти вирусы появляются. И всегда ли случайно происходит их утечка из лабораторий? И не приближаемся ли мы к биологической катастрофе? Мы действительно начинаем осознавать, что живем на краю вулкана, созданного нашими собственными руками. Однако на фоне расползающегося страха мы вдруг узнаем, что представители ряда западных посольств на территории Украины дружно и бесстрашно направились вслед за Зеленским в Полтавскую область. Неужели это такая трогательная забота о здоровье украинского населения? Да нет же. Скорее, это трогательная забота о возможной потере контроля над украинской властью после решительного шага Зеленского по распуску правительства и смене руководства некоторых ведомств, таких как Генпрокуратура, ДБР и, возможно, НАБУ. Среди западных посольств началась паника, связанная не с коронавирусом, а с необходимостью удержать на ключевых постах своих ставленников или, на худой конец, убедить Зеленского заменить их другими ставленниками подконтрольными западным правительством. Хватит ли Зеленскому решительности и мудрости покончить с порочной практикой назначения на важнейшие посты людей по рекомендациям наших западных партнеров? Сумеет ли он сделать страну независимой и от Востока, и от Запада и поставить на место всех консультантов, которым заглядывал в рот господин Порошенко и которые научились с важным видом выдавать рекомендации и даже приказы под невыполнимые политические условия? Время покажет. Зато забеспокоились все топ-коррупционеры, которые находились под надежной защитой антикоррупционных органов и их западных патронов. Если во главе этих органов вдруг встанут некоррупционеры типа Артема Сытника, которого суд признал коррупционером, то для всех остальных подозреваемых коррупции настанут тревожные времена. Но пока господин Сытник спокойно сидит в кресле главы НАБУ и даже открыл производство по факту политического преследования пятого президента Украины. Ну ничего себе политическое преследование, когда речь идет о сокрытии денег от налогов в офшорах, о зарабатывании денег на территории России вплоть до 2017 года или о поставке военным бракованных бронежилетов. Никто ведь не требует расправы над экс-президентом без суда и следствия. Но называть вопиющие факты политическим преследованием это ли вам не попытка увести от ответственности топ-коррупционеров? Да просто не мешайте расследованию этих фактов, не давите на суд и не ищите защиты коррупционеров у западных покровителей. Если Зеленскому удастся сломать эту систему, это станет его главной победой. Если же система сломает его, то откроется дорога назад в самые мрачные времена для страны. Правда, народ уже не позволит на очередных выборах вернуться в прошлый пятилетний ад. Но ведь у нас в запасе есть такой метод, как Майданы, которые предшествуют выборам, а потом возводятся в статус народного достоинства. Но, слава богу, украинцы уже способны отделить достоинства от лжедостоинства и понять, что метод Майданов не менее опасен, чем коронавирус. Поэтому будьте бдительны, дорогие соотечественники, и не позвольте политическому коронавирусу в очередной раз захватить всю страну. Кстати, пандемия коронавируса удивительным образом совпала с падением цен на нефть и не исключено сыграет свою роль в наступлении нового экономического кризиса. Сегодня вынуждено, хотя и справедливо, останавливают свою работу малые и средние предприятия, в частности, рестораны, кафе, кинотеатры, спортивные заведения. Все они будут нести убытки, а государственный бюджет не получит положенных налогов. Первым проявлением кризиса в Украине стало поведение иностранных держателей украинских государственных облигаций, которые начали распродавать эти облигации. Ну и кто же их купит в такое сомнительное время? Ну, разумеется, Нацбанк, который, по данным электронного издания «Страна Юэй», уже выплатил иностранцам по этим облигациям более 700 миллионов долларов. И давайте не забывать, что все ценные бумаги, облигации, дериваты, гуляющие на фондовых рынках и приносящие в спокойные времена неплохую прибыль, превращаются в пустые бумажки в условиях кризиса. Гордость предыдущей власти в укреплении золотовалютных резервов Украины может обернуться их обнулением. Похоже, Нацбанк по чьим-то бдительным и сомнительным руководствам ведет страну к дефолту. Где находится это скрытое и сомнительное руководство? Это должны выяснить наши правоохранительные органы. А вот то, что король-то голый, мы уже видим и без них. Я так думаю. С вами была Татьяна Николаева. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин